Вечер добрый! Вы слушаете свое радио, ну и, понятное дело, надеюсь, привычно для себя обнаруживаете с 8 до 10 в эфире программу «Живые», куда приходят живые люди, живые музыканты. С ними мы беседы беседуем, ну и, понятное дело, музыку их слушаем. Опять-таки, исключительно в живом исполнении. Посему оттягивать не будем, есть у нас добрая традиция, начинаем мы всегда с песни, а после этого, само собой, уже приступаем к разговорам. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Мы смеялись и пели, а мимо бежу нас к зиме, когда выходили на круг, приближаясь. Последние обиде Рвали тонкие нити Вновь и вновь себя пробуя в деле Мы смеялись и пели Мы смеялись и пели Пели, о чем поется Думали, будь, что будет Пусть дрожит и бьется, пусть дрожит и бьется Может однажды кто-то все наконец смутит Что нам остается, что нам остается Мы смеялись и пели, а мимо катили лихие динки Прорывая кордон ослабевший отдачей метели Доболзли холода, до безумства весенней капели Мы смеялись и пели, мы смеялись и пели Пели о чем поется и думали будь, что будет Пусть дрожит и бьется, пусть дрожит и бьется Может однажды кто-то все наконец рассудит Что нам остается, что нам остается Пели о чем поется и думали будь, что будет Пусть дрожит и бьется, пусть дрожит и бьется Может однажды кто-то все наконец рассудит Что нам остается, что нам остается Что нам остается Что нам остается Что нам остается Ну вот, хорошо начали Группа ГДР здесь Сегодня Ой, там записаны аплодисменты? Почему записаны? Ты посмотри под стол, там люди сидят О, нифига себе! Привет, ребята! Ты не заметил, что ли? Привет, Москва! Маленькие, обученные людишки Нет, людишки не то слово, они просто маленькие Но они такие же люди И, собственно говоря, аплодируют исключительно в тот момент Когда я им об этом намекаю Ножкой так топ, они давай аплодируют Это те, о ком Земфира пела маленький человек? Ну, вероятно, да Мы с Земфирой на эту тему не беседовали Так, чтобы понять, откуда корни Но у нас свои маленькие, у нее, вероятно, свои Но, тем не менее, от того, какие они у нас, какие у нее Это ничего не меняет ровным счетом Александр Андреев, вокал-гитар-клавишная Ну, здоровайся Приветствую вас, друзья Не туда здороваешься, ты туда поешь А вот сюда ты разговариваешь Извините, пожалуйста Два микрофона Был напуган, да Два микрофона, два Знаешь, как в том анекдоте? Три вещи, всего три вещи Понял Александр Васильев, бас-гитара Гитара Привет Человек, который умеет играть одновременно на двух инструментах Заметьте, что бас-гитара идет первой С двух грифов С двух грифов Ну и, соответственно, барабанщик коллектива У которого свой собственный эфирный микрофон Антон Лукинчук Здравствуйте, добрый вечер всем Привет Вот это вот и есть коллектив ГДР Надо заметить вот что Группа-то, в общем, не юная Группе-то уже достаточно много лет Мы сейчас об этом тоже будем говорить Был такой период, когда мне, человеку, который занимается музыкой достаточно давно Казалось, что коллектива уже не существует Вот об этом тоже стоило бы, наверное, побеседовать сегодня Каким образом происходило развитие Куда девались Как, собственно говоря, чего вдруг вернулись Ну и т.д. и т.п. Как с нами связываться? Объясняю сразу же Возможно, вам это пригодится Ну, прежде всего, если вы интересуетесь смс-ками Ну, может быть, кому-то удобнее смс-ки посылать А не ВКонтакте, например, набивать тексты Или где-нибудь на сайте То, пожалуйста, 4647 Короткий номер Очень просто запомнить 4647 Пишите свои, парабельчик, а дальше уже ваше сообщение Теперь, если вы принимаете участие в беседе Которая, собственно говоря, происходит В официальном сообществе своего радио ВКонтакте Там все просто Уже давно выложен анонс с фотографией, естественно А в самом тексте анонса Ссылочка на группу, то есть название коллектива выделено синим Это, значит, активная ссылка, кликая на которую Вы оказываетесь у них в сообществе Становясь участниками этого сообщества Вы приобретаете потрясающую возможность Видеть о них, знать о них, слышать о них Все Ну, о концертах, о дисках О каких-то передвижениях О каких-то новостях Познавать вы можете там, в первую очередь Всегда полезно Чаты Их два Один из них на сайте своего радио Своерадио.фм Там прямо написано чат Не заблудитесь Берете и пишите прямо туда Можете видеть все, что в этой студии происходит Для этого вам нужно кликнуть на онлайн-видео Находится эта ссылка с синим кружочком Сверху на сайте в длинненьком плеере Слева онлайн-аудио Просто чтобы слушать Там, кстати, качество звука значительно выше Ну и онлайн-видео Там звук похоже, но есть картинка И там же есть чат, в который точно так же можно отписываться Мы стараемся выискивать все ваши сообщения Самые интересные, само собой, публикуются в эфире Все, что касается коннекта Теперь к коллективу Как называлась первая песня там? Смеялись и пели Чудесно Вы сегодня представляете программу свежую свою Или, например, старые песни тоже будете петь Все вместе Все вместе Как обычно Все лучшее и только для вас Ну, спасибо большое В данном случае ты уже можешь не прогибаться Все равно ты здесь Подяни к тебе микрофон как-то ближе Ну, неудобно А я... да Ничего, что ты так гнешься к нему Он как-то ближе ко мне Может быть, я слишком высок А я предупреждал, что нужно было как-то к нему немножко ближе Понятно Чтобы у тебя было хорошо слышно Вот так лучше Я думал, вам надо ближе быть Нет, от меня лучше подальше Я нервный Я иногда всплескиваю руками Особенно в те моменты, когда мне нравится то, что происходит Будь аккуратнее, пожалуйста Будь аккуратнее, пожалуйста Понятно Куда девались? Был же период, когда группа, ну, как минимум, заморозила свое творчество Если не исчезла совсем, то как-то потерялась Ну, да, конечно Но она и сейчас как бы не то, чтобы во всех эфирах и телеканалах страны Но сейчас, мне кажется, вообще сложно быть таким Если ты не Сергей Шнуров Вот, таким у всех на виду Мы были какое-то время на виду Потом вследствие разных причин ушли в тень А сейчас сложно сказать даже, что это такое Мне кажется, это просто фан Вот, прежде всего, играть рок Это такая традиция настоящих мужчин Вот, чем мы и занимаемся С переменным успехом Поэтому мы вот сделали, предприняли какие-то шаги Вот, организовали концерт У нас неплохо прошел очень концерт в ноябре Вот, в Москве было много людей И вообще как-то было так достаточно душевно Мы выпустили клип с синглом, который понравился Ну, наверное, тому количеству людей, которые активно продолжают интересоваться группой И вообще я услышал хорошие отзывы Даже иногда слишком, ну, как бы неожиданные от каких-то людей таких Вот, и, в общем, сейчас у нас концерт 1 марта В клубе «16 тонн» Это позиционируется как в 10 лет группе О группе действительно 10 лет в 2016 году То есть 10 лет назад, в 2006 году Как раз-таки весной Но только, по-моему, позже Мы на, в общем, одной известной радиостанции На какой? Говорить чего? На максимуме, да Но обычно же это запикивается Ну, в смысле, не запикивается А просится не... Ну, у вас классная станция в этом смысле Я уже понял Тогда я еще про Кока-Колу скажу там Давай Чуть позже и про Джиг Дэниелс Не вопрос Не вопрос Упомяну обязательно У меня просто там список Вот Ну, как бы, надо же струны там менять и все такое Вот Короче говоря В 2006 году мы, открутившись Недели 3 или 4 на радио «Максимус» Песни «Джонатан» Мы играли в «16 тонн» Был «Sold Out» Там часть людей вообще не пустили Остались они на улице Был битком-клуб Вот Я не знаю, насколько хорошо мы играли Или там вообще, как это все было Классно или нет То есть ты не помнишь? Ну, в общем, да, наверное Потому что Не в меня им было Тогда Джиг Дэниелс еще не был моим спонсором А я, так сказать, был его Вот Поэтому Вот Помню, что Помню, что Да, что В общем, начинали мы тоже с песни «Джонатан» Как и альбом Вот Ну и, в общем, это было, конечно, классно Потому что Но сомнения в голосе я слышу сейчас Я не помню Послушайте Я, опять-таки, не знаю, какую у себя программу там планировали Но Попрошу Песня «Джонатан» будет Попрошу Это другая песня Я другой хочу попросить Вместо эпилога Да, она будет, конечно Когда? Ну, где-то в центре программы Нет, вот сейчас Надо бы попытаться Почему? Объясняю, почему Потому что Есть люди Их много Которые слушают радиостанцию Они знают песни Но никак не увязывают эти песни с исполнителями А И сейчас для того, чтобы людям Объяснить толком Точно и конкретно Кто здесь сегодня в студии Потому что песня очень хорошо прошла по эфиру Прошла по премьерам Прошла по Там, хит-порядку и так далее Ее знают И эту песню точно, могу сказать Любят очень многие Посему сейчас, если она прозвучит И люди скажут Вау, так вот кто это такие Возможно, их интерес к сегодняшнему эфиру Будем гораздо более Ну, не вопрос А, вам надо менять инструменты Да, да, да У нас тут просто есть блок У нас тут Ну, прости, что я так поставил Немножко вас в неловкое положение Братцы Нет, нет, ничего Но это важно Это действительно Это важно действительно Для течения Раз у нас сегодня вечер заказов Нет, вечер заказов Знаете анекдот, когда Пианист, практиковавшийся много лет в ресторане Он, как бы, приходит поступать в консерваторию Его просят сыграть какую-то пьесу А он уточняет Простите, это просьба или заказ То есть платный или без Я тебя понял Но здесь сегодня тогда все просьбы Тогда Сегодня здесь все будет просьба Но это единственная моя просьба Просто потому, что Это действительно важно Вот на самом деле Это важно Да, Семен Все отлично Итак, я прошу просто начать уже Внимательно прислушиваться Всех тех, кто слушает сегодня Программу И далее будет, мне кажется, многим Тем, кто пока еще не сопоставил одни факты с другими Понятно, что за коллектив здесь сегодня Отлично Поехали Как всегда Живой звук в программе «Живые» Вместо эпилога Тысяча страниц Лизится подмога Пыль отколеснит Пыль отколеснит Потом хватаю воздух Про себя твержу Знать еще не поздно Еще не поздно Вот он Вот он Мой билет Белый неотмеченный Напишу Какой хочу вопрос Какой хочу ответ Не бояться нечего Вместо эпилога Новый уговор Свой пиратский клипер Ставлю на прикол Незачем сражаться Незачем бежать Я хочу остаться Я так хочу остаться Вот он Вот он Мой билет Белый неотмеченный Напишу Какой хочу вопрос Какой хочу ответ Мне бояться нечего Белый неотмеченный Вот он Вот он Вот он Мой билет Белый неотмеченный Напишу Какой хочу вопрос Какой хочу ответ Мне бояться нечего Вот он Вот он Вот он Вот он Мой билет Вот он Вот он Мой билет Ну вот Теперь все Правильно Теперь все складывается Именно так Как должно было Складываться Группа ГДР Здесь Сегодня коллективу 10 лет Это в общем срок немалый Срок я бы сказал Даже вполне себе Серьезный Говорящий о том Что группа занимается Своим делом А не так просто Пробует себя в музыке Надо немножечко истории Программа живая Я еще раз хочу напомнить Это не интервью В прямом эфире Это в некотором смысле Кухня Куда приходят люди С которыми мы беседуем Беседуем более того Я даже часто делаю вид Что вообще ничего не знаю Про коллектив Вот совсем Микрофон Тот который горит Вот в этот говоришь Ага Как мы Сина Солома Давай мы с тобой договорились Вот там где лампочка горит Туда говоришь Хорошо А там где не горит Туда пою Вот туда будешь петь Как только я потушу микрофон Можешь петь и в него Ты понимаешь Да какая штука Окей А так тебя просто слышно хорошо А иначе ты как-то далеко-далеко теряешься Окей Окей Так вот Очень важно Нет я могу конечно говорить и громче Можешь безусловно Но не надо Это лишнее Выглядит по-идиотски Да Давай лучше говори нормально Только ближе к микрофону Ближе к микрофону Пожалуйста Итак Команда зародилась где? Десять лет назад В недрах Москвы Москва Студенческий коллектив Часто бывает Когда люди учатся вместе Потом собираются Одновременно играть Либо это было Мне кажется Собутыльники скорее Собутыльнические Тоже хорошо Тоже мир в общем Хорошая реакция Хорошая, правильная Десять лет За это время написано Сколько альбомов? Четыре Если я не ошибаюсь И один мини-альбом И один сингл А не Ну синглов больше Там получается еще Сердца Слышу и как поет Сердца И что-то менять Ну Короче говоря Четыре сингла Четыре альбома И И один эпи Ну то есть серьезно Да Вполне себе Вполне себе Но не то чтобы Не как группа Deep Purple конечно Нет Ну подожди Давай сейчас мы с богами Себя ровнять не будем Несколько иные у нас задачи Куда же ты Deep Purple поставил В какой ряд А в какое место Ты себя ставишь Скажем так Рядом с Deep Purple Впереди или зай? Я его не ставлю Ни в какое место Слушайте Тут я прочитал Не знаю Утка или нет Что Сэра Пола Маккартни Не пустили После Оскара На вечеринку К Тиге Он пришел туда С Бэком Ну в общем-то Видимо На веселе Они с Бэком Пошли Вот А Ханна Сказал О сэр Нам так жаль Но вы не в формате Сегодняшней вечеринки На что Маккартни Скал Кажется Нам придется Написать еще один хит На что Бэк сказал Ничего чувак Сделаем это В следующем году Вот и все Именно таким образом По такому маршруту Вы идете Еще один хит И дай бог Все сложится Правильно Тут недавно Товарища По-моему Которого Маккарта И не признали А там еще Вуди Хайльцин был Но его даже Не отметил никто На фотографии В клуб пытался пробиться Человек Сэр Маккартни У себя там В Лондоне В клуб пошел С друзьями Мне кажется Это флешмоб От Шей Маккарта Называется Его охрана не узнала Ну мне кажется Дороговатый для охранников Флешмоб Ты знаешь Если бы он хотел Не хотел Не боялся потерять работу Тогда может быть Так Народ пишет И я буду читать Кое-что Что пишут Потому что это Правда любопытно Слушал группу Много лет назад Или не очень много Но спустя годы Рад вспомнить Обратно в плеер Рад вас слышать И привет своим Это написал Роман ХЗ Ну вот Не пойми как Это из группы ХЗ Вероятно Антон Ушатиков Несколько треков Висят в плейлисте Аж 2008 года А теперь посмотрю На ребят в живых Хотелось бы услышать Что-нибудь из старенького Это будет Будет обязательно Конечно Вы сказали Что поете сегодня Все Анна в структуре пишет Помню эту группу Со школы Тогда друг из Голландии Потом их как-то Потеряла из виду С интересом Буду наблюдать за эфиром Сколько людей Которые вспоминают То что было раньше Ну конечно Мы уже в разряде ветеранов И мало тех Кто говорит о том Как хорошо сегодня Этот момент Мне кажется Совершенно несправедлив Зачем так вы поступили Зачем В смысле Ну зачем ушли Зачем спрятались Зачем потерялись Ну Это в общем Наверное не очень От нас было Зависело Но как-то так Как-то так вышло Ошибки менеджмента Ошибки менеджмента Да Вот Антон говорит Правильно Ну Как бы сложно сказать Ошибки менеджмента Про людей Которые в общем-то Ну Всячески Помогали И желали добра Но У них было свое представление Ну вообще Мы попали Собственно на стык В уходящей эпохе Всей вот этой фигни Типа корпоративы Такие Там я не знаю Шикарные клипы С Врезками Из каких-то фильмов Известных И так далее И в общем-то Лейбл С которым мы работали Он пытался Мыслить Так же Вот А не понимая Что время ушло И может быть Мы вообще Группа Не того формата То есть Вот Ну а нам Тоже надо было Видимо быть Ну как-то Биться за идею Но Иногда Авторитеты Могут А что за Лейбл был Прости Реал Реал Мадрид Ну понятно Да Нет Ну там Да Сейчас Там же Все собственно Артисты Те же самые Которые Сейчас Например Как и мы Выпускаемся На навигаторе Они Были там Так что Как бы Ну вообще Семен То есть Когда Надо правильно Ставить для себя Задачи Вот я например Видел задачи Что Мы должны попасть На радио На телек И группа будет Ну и мы попали На радио На телек Просто Другой вопрос В каком Как бы Качестве И Ну там Короче много было Моментов таких Которые Не хочется вспоминать Ну я понимаю Насчет постановки задачи Ты абсолютно прав С точки зрения психологии Надо ставить задачи себе По пунктам Попасть на радио Попасть на телевидение Стать лучшими Нет Но эти задачи поставили Просто нужно было Другую задачу Надо было другую Знаешь почему человек Хочет поступить в институт Очень многие годы Вот я хочу поступить в институт Поступает Через год вылетает Знаешь почему Задачу он себе так и ставил Поступить А дальше А дальше задачи не было Ну да Вероятнее всего задачи Какие теперь задачи Можно узнать Или это секрет Ну задача В общем-то Наверное Делать Ту музыку Которую ты хочешь делать В рамках группы Или вне рамы группы И Ну как-то Быть Самостоятельным Так сказать Элементом В жизни Ну и как бы Наверное Не делать того Что ты не хочешь делать Потому что Это все равно Так или иначе Это приходится делать Но Но это Стараться минимизировать В плане Вот Понимаю Почитаю одно сообщение После этого Споем чего-нибудь После этого Вы уйдете Так и будет Ты смотри Я могу встать и уйти Легко Я человек в этом смысле Подъемный На раз На раз-два-три Хлоп и ушел Данил Артемьев написал Вот что Благодаря своему радио Удалось выиграть билеты На презентацию Нового альбома ГДР в Москве К сожалению Пойти лично не мог Передал своим Замечательным Очаровательным подругам В Москве Нужно отметить Что многие из них Были далеки От рок-музыки Так вот Понравилось Абсолютно Всем По-моему звучит Это очень хорошо Бас-гитарист Был потрясающим виртуозом А одна из девушек После концерта Была настолько вдохновлена И к творчествам Что села За написание Собственных песен Спасибо своему радио ГДР и Андрею Голубову Лично Андрей Голубов Это ведущий Немного эфира Да-да Я у него Болгинстер Да Который собственно говоря И помогал разыграть Те самые билеты Ну мне как раз Приятное сообщение Нужно Да бас-гитаристу Очень понравилось Я вижу Я думаю да Сейчас у него на лице Отразилось все то Что там Где-то там В глубине души Давным-давно хранилось Да он улыбаться начал Слава бог Давайте передать Это приятно Конечно приятно Потому что я считаю вам Что это приятно Спасибо За песня-то какая будет дальше Ну если по порядку Наверное как раз Из старенького Это называется так просто Песня Одна из первого альбома И у нее странная Есть история Вот мы недавно Играли собственно В Питере И там В одном фестивальном сете Был Максим Из торбы на круче Иванов Вот И вот В каком-то смысле Эта песня была Навеяна разговорами с ним О том что иногда Ты ну как бы Перестаешь писать песни И очень этого пугаешься А потом Вдруг снова У тебя что-то просыпается Вот об этом Окей Как всегда Живой звук Программа «Живые» ГДР здесь сегодня Немцы В студии Поехали Пересохших венах Забурлило Зажило Сердце с места И в карьер Рвануло Понесло И вновь ушло Отчаяние Черствый хлеб Души вдруг Развалился И размяк Слезы Застут мир И все Не разглядеть Никак Рожат кулак Молчание Так сладкое И вместе с тем Так больно И вместе с тем Так просто Носить под сердцем Нож острый Да что уж там Не больно А даже Очень Вольно И даже Очень Просто Носить под сердцем Нож острый Книги Зачитав До дыр До блеска Стерш И гриф Трем Все тот же Камень Будто Греческий Сизир Развеять Миг Забвение С зимами И веснами Плотя За эту Блажь Путники Пустыни Распознавшие Мираж Попали В раж Так Так Время Так Сладко Вместе с тем Так Вольно Вместе с тем Так Просто Носить под сердцем Нож острый Да что уж там Не больно А даже Очень Вольно И даже Очень Просто Носить под сердцем Нож острый Носить под сердцем 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 Нож острый Носить под сердцем Носить под сердцем Носить под сердцем Носить под сердцем ГДР сегодня здесь Программа у нас Как всегда Достаточно откровенная Мы попиваем чаек Болтаем о том о сём Темы разные поднимаем И это на самом деле важно Просто потому что Таким образом вы узнаете Музыканта гораздо больше, чем в официальных интервью. Микрофон. Я буду напоминать сегодня по ходу эфира. Антон Ушатиков вот как вопрос задает. Даже не вопрос, на самом деле, а сообщение. Он пишет, что можно не зачитывать, но я считаю, что можно зачитать. Мне кажется, это действительно очень важно. Просто потому, как такие нюансы, они всегда бросаются в глаза. Если человек нормальный и трезвомыслящий, он таких вещей не стесняется. Вот он пишет. Не знаю, стоит ли это зачитывать, но я очередной раз удивляюсь. Саша довольно заметно картавит разговорные речи, без обид, пишет он в кавычках. Но этого совершенно не слышно во время пения. Забурлило, звучит абсолютно нормально, музыка преображает. Это комплимент, прежде всего, скорее всего. Потому что, я полагаю, тебе приходилось работать с этим достаточно много. Это не комплимент, это магия. Да, или так, пускай это будет магия. Но работать-то приходилось. Но это пришлось немножко поработать. Дело в том, что я в детстве стеснялся своего голоса и говорил тихо из-за этого. То есть, у меня нет патологии, скажем так, речевой. Просто это привычка, которая наработалась. Почему стеснялся голоса, извините? Я не знаю. Ну, как-то вот такой был мальчик, наверное. То есть, высокий голос был? Тихий. Нет, был голос. Ну, просто я не говорил громко. Я не знаю, почему. Короче, я поступил в музыкальное училище на отделение хорового дирижирования. И попал, там есть вокальный класс. И там сидела такая женщина, наверное, ее уже нет в живых. Ну, она была старая, такая большая вокалистка, видимо, с каким-то серьезным театральным прошлым, в каком-то лисьем салопе. Ну, в общем, она как обычно, как обычно эти женщины, она выглядела потрясающе. То есть, у нее были выкрашенные волосы, подведенные глаза. Поэтому она была такая, как монсеретка Балье, не обрядных размеров. Она меня выслушала и сказала, что ж ты, птичка моя, картавишь-то? Ты понимаешь, куда ты попал? Вот смотри тебе упражнения, иди, чтобы на следующей неделе, когда ты пришел, все же было нормально. Вот, и, ну, я пошел, да, понял, что надо, в общем, как-то так научился. Ну, позанимался. То есть, на самом деле, я понял, куда нужно язык, извините, за подробности. Я в ответочку тебе могу сказать следующее. У меня вообще театральная семья, да, папа режиссер, мама актриса. А я с детства разговаривал так, что сам себя понимал трудно с трудом. И когда я смотрю на маму, она говорит, что он сейчас сказал? Да, вот так это было. И с годами я стал понимать, ну, когда уже был подростков, что это невыносимо, ну, самому неловко за себя и богу. Я понимаю, что такое работа над собой, что такое работа над речью, что такое работа над голосом, тем более над вокальным голосом. Это тебе респект огромный. Это никакой даже не комплимент. Правда, респект? Но я бы не увидел тут ничего героического, просто... Кому как? До сих пор. Нет, я в своем смысле как-то... Ну, как-то я быстро. Может быть, потому что мне было 16 лет, а может быть, я испугался отчисления. Тетя в салопе вызвала в тебе реакции. Ну да, у нас вот мы с ребятами обсуждали. Я не знаю, как сейчас педагоги, но педагоги старого поколения, которого мы застали, они запросто кидались нотами там, вот там в джазовом колледже, там Саша рассказывал, там на ансамбле и стулья летали, да. То есть система обучения была такая, то есть... Не забалуешь вообще. Не забалуешь, да. Не забалуешь. А эта история знаменитая, насколько мне приходилось слышать это от людей, которые играли, учились играть на фортепиано, когда указкой по пальцам, это совершенно нормально было. Где-то ошибся, ученик, педагог просто подходил, указкой по пальцам хлобы, и в следующий раз уже стараешься не ошибаться. Да-да-да. Но, кстати говоря, это развивает мелкую технику. То есть пальцы убегают, а то каски... Для разработки мелкой моторики нужна линейка, я так понимаю. Кстати, это развивает моторику и у пианиста, и у педагога. Тому тоже поймать надо убегающие пальцы, попробуй догонить. Да-да-да. Клёво. А потом педагог начинает сдавать, как бы, и ассистента приглашает. Так появляются новые педагоги. Двух с двоих сторон. Ну, это, мне кажется, уже профессор когда-то. Давай пить дальше. Что это будет? Антон, что там будет у нас? К настоящему. О, к настоящему. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня ГДР. Погнали. Этой музыке так много лет Где неясный свет далёких звёзд Пламя солнца и парад планет Плечного пути небесный мост В этой музыке так много чувств Смех и слёзы, ярость и любовь Был бы мир невыносимо пуст Если б не звучало вновь и вновь Это музыка, музыка Ты просто тронь Новую струну Тронь её в одну Самую сверящую И хватит нам Продельную войну Это музыка Простых сердец Это музыка Открытых лиц В ней начало жизни и конец Столько непрочитанных страниц Пусть звучит её высокий тон Для того, кто только начал путь Для того, кто первый раз влюблён Или влюбиться Звенящую Звенящую И хватит нам Проденье и пою Мы так близки к нему К настоящему Ты просто тронь Новую струну Тронь её Тронь её окну Самую сверящую И хватит нам И хватит нам Проденье и войну И хватит нам Проденье и войну Ты просто тронь Ты просто тронь Новую струну Тронь её одну ГДР Так называется коллектив, который здесь сегодня в программе «Живые» делится с вами частичкой себя и своим творчеством. А кто пишет песни? Кто автор текстов? Кто автор музыки в коллективе? Ну Тексты как бы мои А что Как сказать Авторство музыки В рок-группе Автор музыки Рыба Рыба это твоя? Ну как рыба Мелодия Твоя И гармония отчасти Потому что часто Мы перегармонизуем Вообще группа Как бы является композитором всегда Потому что То есть на диске написана музыка и название группы ГДР Так? Ну на самом деле там на диске написано просто для удобства моё имя Потому что это для заполнения как бы рапортичек прочей фигни Но по сути я вам объясняю как ситуация складывается То есть на самом деле я не могу сказать что Ну как бы объяснить Короче бабки стрижёшь ты я понял Ну да Ну вот к этому я и вёл Так вы задавайте вопрос правильно Кто стрижёт бабки? Александр? Конечно я Сколько угодно Это пожалуйста Вопрос правильно и был поставлен Только ты начал елузить Что ты елузишь Так бы и сказал Что группа пишет музыку А бабки получаю я за это На диске я пишу в своё имя Папа решает А Вася сдаёт А Вася сдаёт А Вася сдаёт Вот какой сообщение хочу прочитать Сергей Марченков спрашивает Добрый вечер Расскажите о сотрудничестве с Татьяной Зыкиной Как произошло знакомство Был ли реал рекордс катализатором этого сотрудничества Остались ли довольны получившимся альбомом Но что имеется в виду Мы на самом деле с Татьяной Поработали уже над двумя альбомами То есть один альбом Это тот альбом Который назывался Другая глубина И где В общем то мы с Татьяной его Фактически вдвоём и сделали Он такой как бы электронный Скажем так А второй альбом вышел недавно И он записан у нас на студии Шестой склад Недалеко от вас у нас есть Собственная студия звукозаписи А пять складов перед этим пустые или рабочие? Нет нет мы просто на шестом складе находимся Я понимаю а вот пять перед этим там есть Свободные места ещё для студий? Да вы хотите открыть студию Семён? Вот мы думаем на эту тему Тогда название пять склад Мне кажется уже не прокатит А я не буду никак называть Господи я спрашиваю если он шестой Хотя в справочнике студии музыкальных Пять склад пойдёт в периоде шестого склада Поэтому в каком-то смысле это наверное Хороший ход Чего ты всё имеющий в моих словах Какие-то подъё эти самые Не надо Не надо искать Я тебя спросил Раз у вас шестой склад Значит есть пять ещё перед шестой То есть это не вот то что Нисколько То есть есть пять Свободных возможных местечек Куда можно было бы заглянуть Или Ну там вообще как бы Такой кластер Как это называется Творческий Сейчас Фирмы разоряются А на их место приходит Танцевальный клуб Студии звукозаписи Репетиционные базы Какие-то Да-да-да И Творческие люди оказывается Платят Бабки А люди Продающие например Люстры Нет Ну вот так и живём Людям нужна Поэзия Как там Пел Так и живём действительно Ты не ищи в моих вопросах Никакого подтекста Я задаю вопрос конкретный Хорошо Если я спрошу с подтекстом Я дам тебе понять Что это вопрос с подтекстом Мигнёте Я поставлю И кавычки так вот за кавычки Правда что поставлю Что ж ты всё время пытаешься Как ёжик ты себя ведёшь Я ж не стилайон который постоянно трулит У меня другая задача дружище Мне нужно чтобы вы красиво выглядели Так Добрый вечер ГДР очень добротная команда Был свидетелем как ребята буквально порвали Чайна Таун кафе в ноябре Привет огромной всей команде Камбэк удался на славу Так держать Андрей Голубов написал О ничего себе Ну а чё ничего себе Звезда что ли Сидит себе дома Слышает эфир Вот здесь как раз и было вот то самое Да Андрюш прости Это я так стебусь немножко Конечно звезда Конечно это ведущий своего радио А ведущие своего радио не могут быть не звёздами И спасибо что ты здесь Спасибо что слушаешь Ребят сегодня Давайте петь дальше Что это будет Эмм Здесь будет сейчас Здесь сегодня группа ГДН Поехали Не сердись Улыбнись Я несовершенен К сожалению Чай готов Ты садись Отвлекись На мгновенье Дождь вымоет бульвары Солнце будет позже Возьми что хочешь даром Отдай что хочешь тоже Счастье Счастье быть может очень близко Счастье теперь летает низко Лови Не жалуйся Время опять идёт по кругу Мы всё равно нужны друг другу Улыбнись Пожалуйста Не сердись Улыбнись Я усну Пожалуйста Приснись В облака Поднимись Буду звать тебя Скорей вернись Дождь вымоет бульвары Солнце будет позже Возьми что хочешь даром Отдай что хочешь тоже Счастье Счастье быть может очень близко Счастье теперь летает низко Лови Не жалуйся Время опять идёт по кругу Мы всё равно нужны друг другу Улыбнись Пожалуйста Счастье 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 Мы всё равно нужны друг другу Мы всё равно нужны друг другу Улыбнись Счастье 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 Горько Хорошо Красиво Вот что касаемо Творческого процесса Заметь я кавычек сейчас не ставлю У меня руки свободны Тело серьёзное лицо Мы вернем серьёзную тему сейчас Что касается творческого процесса Часто как мне рассказывали в программе неоднократно Что песня прямо из космоса в голову пришла Всё, я не сидел, не читал, ничего не думал Эмоций не было, просто родилось и родилось Кто-то говорит, нет, а я пишу тексты На основе каких-то событий в своей жизни Какое-то яркое, неважно с каким знаком Событие, яркое, заставляет меня Как-то так приступить к работе И написать какую-то песню А у кого-то вообще рождается песня за 15 минут Целиком вместе с аранжировкой Есть такой коллектив Называется Магелланово облако, да, Дворец к Сереже Вот он так пишет песню целиком за 15 минут Вообще целиком, полностью Он так бахнуло в башку, он всё себе записал Пришёл завтра на репетицию, коллектив всё сыграл Песня готова, реально, это не шутка Причём он, за этим мы наблюдали Как явление, у всех по-разному Как у тебя происходит процесс творческий? Я хочу сказать, что правил здесь нет Как вообще в Роггенролле Мне кажется Ну чаще всего, давай так, обычно для тебя Как пишется песня? Ну я вот, я не могу сказать Я могу сказать, что обычно Появляется какой-то яркий Яркая Всё-таки впечатление Емкая фраза, да Нет, ну впечатление, да Мне кажется, что впечатление накапливается Да, появляется какая-то яркая фраза От которой ты потом отталкиваешься Как кажется, Сорокина, да, писателя нашего Спросили, с чего начинаются его книги И он сказал, я придумываю название Как человек возьмёт книгу И что будет написано на обложке Как бы Но я придумываю не название То есть мне, как сказать Получается так, что я придумываю У меня появляется какая-то фраза Яркая, которая, мне кажется Она могла бы быть в песне Вот, ну вот Здравствуй, Джонатан Или вместо эпилога Или там Ты про Джонатан на третий раз напоминаешь мне сегодня уже Вы же её будете? Ну, просто так получилось, что это самая узнаваемая песня нашей группы Которую первое музыкальное издательство Я скажу это честно в вашем эфире Раз можно Да, бессовестно выбило из контакта Ну, в ходе зачистки авторских прав Вот, поэтому она там появилась под всякими другими названиями Там, ну, типа латиницей Там, ну, как люди как бы разобрались с этим Но факт тот, что она была самая цитируемая Там было там 20 тысяч выложенных этих песен И контакт заставили удалить Вот Это, ну, действительно известная песня группы ГДР И всегда спрашивают, кто такой Джонатан Почему Джонатан И как это получилось И я в течение всей нашей десятилетней этой карьеры Я придумывал какие-то истории А на самом деле, честно расскажу, как было дело Наконец-то, честно расскажу Я шел осенью к приятелю У него контора, ну, какая-то фирма Она там на 905-го года находится И называется она ООО Свифт Джонатан Свифт И вот я шел к нему в гости Ну, видимо, на веселе такой В хорошей погоде Тут листики падают Видимо, ты тебя это нормально состояние? И я... Нет, сейчас уже нет Я кого-то Ну, да, коньяк вижу там С лимоном Да-да-да Как вот только ты сделал, что он дымится, непонятно А тепленькие, подогреты Я люблю подогретый коньяк Меня как-то греет, душу мне греет Ну Понятно Ну вот, и Джонатан Свифт И здравствуй, Джонатан Шел я и думал про как бы хорошие гости Вот И как-то так получилось Я не знаю как Бывает, что Как Таня Зыкина, кстати, сказала Она сказала Иногда какая-то ерунда приходит Вот тебе в голову А ты откуда-то Приходит откуда-то понимание Что менять ничего не надо Что оно вот таким должно остаться Может быть, для тебя Не совсем правильным И мне кажется Ну, и то же самое в музыке Иногда бывает Что-то приходит странное Но ты понимаешь Что, блин, оно должно здесь остаться Ну, много-много-много В творческих процессах происходит Как бы странных Подчеркиваю Как бы здесь не случайно Употребляю Как бы странных вещей На самом деле Тот самый приход Да, та самая идея Она рождается Наверное, на совершенно Непонятной почве Откуда что взялось И какие были для этого Собственно, ассоциации Совершенно неочевидные Между прочим Вот сейчас По ходу эфира Вообще Есть группа такая Хелиум Джем Женский коллектив Замечательный Песенки мне свои скинули Я сейчас на этой почве Вот всем музыкантам Которые слушают эфир Вам тоже хочу сообщить Чтобы попасть в премьеру В эфире своего радио Нужно прислать песни До того момента Как они появятся В сети Иначе Знаете, как радостно Мне сообщают Многие музыканты Семен, будь добр Размести у себя в сообществе Ну, в сообществе радиостанции Там народу много И садил такой пресс-релиз Фотография И весь альбом Я спрашиваю И чего? Зачем я это буду делать? Ну как? Это же новые песни Я говорю Почему этих песен Тогда не было у меня в премьерах? Какой смысл тогда мне А, и еще приписка Может быть, что-нибудь В премьерке возьмешь? А зачем? Давайте мы все-таки Будем немножечко там Друг дружку там Скажем, уважать В некотором смысле Радиостанция летовой создавалась Чтобы первой Получить право Первой ночью, что называется Первой засветить эту песню Одну, может быть, две В эфире своем А дальше заливайте Я думаю, это взаимовыгодная Мне кажется, это взаимо Очень выгодная история Потому что у своего радиоаудитория Я думаю Больше, чем Больше Молодых коллективов В сообществах Больше, чем Больше, чем Поэтому я всегда жду Этих песен с нетерпением Если я не выберу Ничего из этого альбома Ну тогда уж не обессудьте Так тоже может оказаться Что я не обнаружил Ни одной для премьер Годной песни Так тоже бывает, кстати Тут уже обижаться В общем-то не на что Но нужно как минимум Стараться Ну, чуточку помогать Друг дружке, что ли В расшаривании Той или иной темы Иначе получается, что Мы даем в премьеры песню Которую уже Вся страна послушала И закачала себе в плееры Потому что эта песня уже залита Но с другой стороны Вот у нас была история Вот с песней Улыбнись, пожалуйста Когда вышел альбом Уже какое-то время открутился И с него Чувствовать любовь попала В эфир максимума Там еще И что-то еще и попало А эта песня не попала И один человек Который какое-то время Был нашим директором И довольно такой странный Одиозный персонаж Но вот здесь Как бы Ему претензий не было Он уцепился за эту песню И сказал, что Она должна быть в эфире И он, в общем, пошел и добился Она была в эфире радио максимума Спустя год после выхода альбома То есть Но он, видимо, туда заходил И как ворона Мороженое зимой долбил Программного директора Но вот Тем не менее Был такой случай И действительно Это Ну и как бы Ну, тут я тебе вот что скажу Когда речь идет О ЭБФМ радиостанции Где, ну, мягко скажем Из какого-то количества Ее слушающих людей Ну, далеко не все Являются поклонниками И слушателями группы ГДР Тогда я все понимаю Когда все это происходит Здесь на одном пятачке По сути дела В сообществе радиостанции Размещение Ну, понимаешь, да О чем я толкую? Ну, тогда смысл какой? Лучше бы Немножечко позаботиться о том Чтобы это крутануть в эфире А дальше уже посмотреть Мне кажется, мы все в одной лодке Это очень правильные слова Главное, что ты при этом Не кавычишь Молодец Нет Какой мы песни закроем Это час Сообщая тем, кто нас слушает Возможно, сегодня впервые После этой песни будет пауза С тобой Небольшая для отдыха А потом мы на целый час Старая песня В студию вернемся опять Первые песники с тобой называются Погнали Как всегда, живой звук В программе «Живые» ГДР здесь сегодня Падать, тим, слетать Гаснуть и сгорать Опять Расплескать легко Кровь и молоко Легко С тобой Просто быть с тобой С тобой С тобой С тобой Просто быть с тобой С тобой С тобой И не выбирать Ждать И не сгорать Сгорать Слишком высоко Чисто 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 И легко Чисто И легко Просто быть с тобой 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 С тобой, просто быть с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, просто быть с тобой, с тобой, с тобой. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok на каких-то больших сценах, и потом как-то я жалел даже, честно говоря, думал, лучше бы я не могу потом искренне любить творчество артиста, когда он проявляет себя не с лучшей стороны в общении с тобой. Вот и всё такое. С одной стороны, я тебя понимаю, с другой стороны, лично и профессионально, это, в общем, две, как говорят в Одессе, большие разницы, что прислушиваться к тому, какой он человек. Ты знаешь, как много людей, в этом смысле, когда-то у меня были тёрки, что-то называется, пересекались мы мыслями с людьми, гомофобами. Я говорю, ну тогда не слушайте Чайковского, пожалуйста, раз вы гомофоб. Ну вообще откажитесь от этой музыки. Ну вы же знаете теперь... И Элтона Джона. И тем более Элтона Джона. И Фредди Меркури давайте не будем слушать, потому что, понимаете ли, гомофобу это неприятно. Мало ли что у человека там, где, чем он занимается, мало ли по характеру какой он человек. Главное, чтобы творчество его доставляло кому-то радость и удовольствие. Мало того, что... Сейчас мы только музыкантов коснулись, а ведь на самом-то деле огромное количество людей, занимающихся другим творчеством, не очень-то и прилично и в жизни, реально. Но творчество их потрясает. Ну как теперь? Ну зачем так? Тяжело как-то увязать одно с другим. Тяжело. Согласен. Тяжело. Но я, например, люблю абстрагироваться от этого всего, не обращать внимания на человеческие качества. Главное, чтобы то, что делал человек, вызывало какую-то реакцию. Но я с тобой не спорю, я твою позицию услышу. Здорово, что у вас так получается. Спасибо тебе большое. Спасибо, дорогой. Дарья Ухова пишет свое радио. Спасибо, ребята. Отлично звучат. В этой связи я хотел бы сказать спасибо Сергею Дебальскому, звукорежиссеру программы «Жига». Да, Сергей, большое вам спасибо. И добавить еще буквально одну маленькую деталь. У нас никто плохо не звучит, потому как мы ради того, чтобы звучали музыканты хорошо и качественно, эту студию и строили. Иначе не было бы смысла представлять, особенно если молодых музыкантов представлять, и если они плохо прозвучат, то 50% успеха мы у них сожрали просто потому, что сделали плохой звук. Зачем тогда, кому это надо, ради чего это? Дело в том, что звук помогает музыкантам прозвучать лучше, потому что когда ты слышишь нюансы своего исполнения, ты как бы испытываешь хорошие эмоции. Вот видишь, у тебя хорошие эмоции? Безусловно. Замечательно. Значит, дальше Дарья вот что пишет. Респект звука «Жига» и всей команде. Наконец-то ГДР приятно слушать. В скобочках, чего не скажешь об эфире на маяке. А, ну мы о коллегах других радиостанциях в плохом свете не говорим. Тут, знаете как, лучше ничего, чем плохо. Но, тем не менее, мы гордимся тем, что умеем делать качественный, хороший и серьезно звучащий продукт. Ну, пока вы как бы на вершине хит-парада, я бы сказал. А я не скрываю, что мы делаем самый лучший звук в радиоэфире. Это не потому, что я сам себе комплимент делаю. Просто мы ради этого много сил положили на это. И с нами работают замечательные звукорежиссеры, которые умеют это делать качественно и хорошо. Это здесь на самом... Надо понимать правду. Надо знать правду про себя. Ты же, извини, я сейчас возвращаюсь к этой теме. Ты же не скрываешь, что у тебя есть какая-то проблема речевая, да? Это факт. Ты же не скрываешь, что ты без волос? Это факт. Да, так же не скрываешь, что раньше у меня была квартира дачи, а теперь это все у доктора Майорова, да? Вот, и ты говоришь, это же правда жизни. Вот поэтому я смело совершенно в наглую заявляю, что лучшего живого звука, чем на своем радио, нет ни на одной другой. Из тех, кого я знаю. Может быть, где-то в регионах и есть радиостанции, которые столько сил прикладывают, чтобы делать качественный звук. Ну, в Москве я не знаю. Ну, на самом деле, я так понимаю, что сейчас эта тема активно развивается, но, мне кажется, вы лидеры отрасли. Ну, по крайней мере, с нашей подачи, возможно, эта тема вернулась. Потому что раньше тоже были попытки делать живой звук, но вот уже скоро 4 года программе, и все эти годы с нами пытаются гнаться, гнаться. Когда нет эталона... Будем эталоном. Спасибо тебе большое. Мы эту роль эталона готовы на себя взять. А что дальше-то будем петь? Говори. Чувствовать любовь. Хорошо. Мы опять поменяемся. Как всегда... А, хорошо, давайте поменяйтесь. Я таким образом заполню паузу, сообщу, что вы можете писать смс-ки на номер 4647. 4647. Сначала пишите свои. Кстати, неважно, кириллица или латиница. Этот префикс обязателен, но неважно, на каком языке, каким буквами вы это будете писать. Свои, пробел, а дальше уже ваши сообщения. Это могут быть вопросы, эмоции, впечатления. В общем, все, что хотели бы сейчас спросить, сказать, чем поделиться. Это и музыкантам, я надеюсь, было бы приятно, если бы вы вдруг вспомнили о том, как присутствовали на их концерте, и как вам было там кайфово. А может быть, у вас есть какие-то вопросы, которые хотели бы вы задать. Пожалуйста, милости просим. Никаких секретов. Музыканты на все могут ответить, если этот вопрос будет достойным. Ну что, готовы? Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» ГДР здесь сегодня. Поехали. Что бы я делал, если бы не был слабым и глупым? Что бы я делал, если бы не верил сердцу и думал? Что бы я делал, если бы знал, что будет завтра? Что бы я делал, если бы не чувствовал тебя рядом? И наши нервы не испускали электроразряды. И наши мысли не создавали новых вселенных. Если бы мы так не стремились одновременно Каждым сантиметром тела Чувствовать любовь Сантиметром тела Чувствовать любовь Чувствовать любовь Раз, два, три И пребывать в мире новых энергий И тонких вибраций Сквозь паутину мы видим их волн Радиостанции Выйти в открытый космос Желаний вселенной страсти Выразить радость, выразить боль Выразить счастье Каждый сантиметром тела Чувствовать любовь Сантиметром тела Чувствовать любовь Чувствовать любовь Каждым сантиметром тела Чувствовать любовь Каждый сантиметром тела Чувствовать любовь У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Чувствовать любовь Чувствовать любовь Такая изящная, красивая песня А меня что-то на троллинг потянуло Неожиданно Ну, я не знаю, я люблю цепляться за слова И, собственно говоря, для меня это и есть основа профессии Нужно слышать партнера Того, с кем ты говоришь И цепляться за реплики Но не для того, чтобы... А вот сейчас я решил потроллить немножко Вот эта песня, в некотором смысле, на мой взгляд Песня обиженного природой мужчины Только сантиметром тела чувствовать любовь Нет, не только, а каждым А там дальше у тебя в рот каждым, потом сантиметром тела Ну, ладно, это уже... Нет, тут большая разница Тут каждым как бы... Молодец Много То есть ты тоже думал об этом, когда писал песню Ну, я знаю о существовании таких людей, как Семен Чайка, например, да, которые найдут... Да ладно Вообще хорошие... Нет, песня хорошая, правда Хорошие, удачные ходы Их всегда потом как бы модернизируют люди Это верно Это как бы закон мимологии Это показатель того, что песня удачная и текст удачный Я не помню, у кого это было, но фразу Плюющий на стекло дождь Тоже меня, допустим, эта фраза очень возбудила, правда Есть в этом что-то такое изящненькое Это разве у Феклистова? Да? Конец фильма? А, да, 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 точно, точно, это у Женьки Ну, он вообще мастер слова Значит, здесь барышня Ксюша из Санкт-Петербурга вопрос задает, в общем, нравится ей то, что происходит в эфире И спрашивает, чего они все меняются? Это дефицит музыкантов или так нужно? Ну, действительно, смотрите, получается, вас трое, да? Приходится играть без басистов Без басистов, условно говоря, эту песню К примеру, ты идешь на клавиши Саша берет гитару и играет на гитаре Почему не завести себе еще одного музыканта? Ну, во-первых, это выгодно Во-первых, это красиво, как в анекдоте Во-первых, это красиво, да Это выгодно Не знаю Но не для меня Ну, да, Александр вот не любит Нет, он говорит, что после бас-гитары берешь гитару, а она... Не работает Вообще... Не строй А после гитары берешь и бас-гитару тоже Тоже не то Вообще, Александр тут во время записи как раз альбома Татьяны Зыкины Ну, надо сказать, что Александр, в общем-то, такой видный гитарист Да И в том числе в прошлом и в джазовом сообществе Вот, значит, там собрались музыканты Такие достаточно виртуозные И он объясняет продюсеру записи, клавишнику Он говорит, понимаешь, гитара — это такой инструмент Который вообще нельзя давать играть в песне Вот Ну, какой-то контекст там по поводу... Зато честно Нет, нет, уровень гитариста, который говорит, что гитаре не надо играть в песне Он уже очень высок Понимаете? То есть он может сам себя отстранить от работы в данном случае Это говорит о многом А потом хорошего басиста Ну да, у нас тут был забавный момент, когда Вот там Дима Максимов, который раньше у Арбинина играл Он говорит, ребят, а что-то у вас это самое трое на афише-то Вы что, без баса теперь играете? Он говорит, да нет, Дим, это самое Саша играет Он говорит, ну и как играет? Я говорю, да, гитаристы вообще всегда отлично играют на басу Человек изменился в лице Как? Это, ну, вообще это... Это другая работа Да, это другая работа Это совершенно другой инструмент Да-да Так задело его, что... Ну, видишь как Ну так, в шутку, конечно Но тем не менее Это ответ на вопрос Их просто трое, им так удобно Сори, если вдруг уже... Кстати, вот тема... Вопросы на предмет названия коллектива Уже давно я стараюсь не задавать Потому что на этот... Это хорошее На этот вопрос все время люди находят Сказал он И сжал ногти до белого Да-да-да Потому что это 78 вариантов ответа Придумывать 79-й на ходу, в общем-то, незачем Но тем не менее Прочитаю сообщение Там есть другая тема интересная Сори, если этот вопрос уже был Я пропустил ответ Но спрошу, что означает ГДР Чем больше слушаю, тем больше нравится Вот такая хорошая группа А я матрешка прощелкала До сих пор ее не слушала Скорее всего, вот эта часть сообщения Будет вам интересной и приятной Значит, Василий Симонов Спасибо за вашу песню, ваше творчество Ждем новых песен Поддерживаете ли отношения с Григорием И Владимиром Можно ли услышать На выбор Душа Мы отключены Не ищи Побег Привет из Калининграда Есть смысл отвечать на этот вопрос? Ну Это, видимо Пежник участника группы Но Григорий сейчас Как бы в теплых краях находится Вот Ну Мы с ним виделись Может быть, года два назад Вот Сейчас я не знаю Но я думаю, что он себя чувствует отлично Вот А Владимир Как-то мы вот сейчас И особо не общаемся Вот Но я надеюсь, что у него тоже все хорошо Ну Так как он хочет Вот, скажем так А это значит хорошо Да-да-да А что касается вот этих треков Наверное, сегодня их не будет в плейлисте Именно потом Ну, как-то так получилось Потому что Имеете право Да-да Ну, мы на самом деле Просто взяли Скажем так Песни Цинично Да Взяли песни, которые Наиболее Во-первых Они наиболее выгодно звучат живьем Что тоже важно Потому что некоторые студийные Когда ты пишешь альбом Ты как бы ограничен Только возможностями Фантазии и студии А потом оказывается, что Некоторые вещи Они не совсем органичные на концертах С этим сталкивались не только мы Очень многие группы Кстати, есть, более того Не только песни Есть коллективы Которые хорошо на концертах слушаются И никак в ротации А есть наоборот Группы, которые очень хорошо звучат в записи А на концертах слушают Ну, совсем другие люди Другие музыканты Как будто бы играть-то не умеют Но Очень многое зависит от того Что и как вкладывается в музыку Тут абсолютно Ну да, тут много нюансов Но вообще, на самом деле Конечно, это вопрос Ну, как бы И пропоредирования музыкального Да Ну, это тоже верно Вечер добрый Как-то очень давно Очень давно, пишет человек Смотрел по телевизору Какой-то попсовый концерт И объявили группу так Группа ГДР С шуточной песней Друг приехал из Голландии Я долго смеялся Металист Вячеслав из Северска Написал Что это был за концерт такой по ящику? Ну, там вообще была странная история Потому что вот Реал Который мы с вами обсуждали Он считал, что каким-то образом Мы все-таки развлекательные Развлекательного формата группа И должны обязательно попасть на Первый канал Различные шоу Ну, естественно, мы Пришли Ну, опять же, с тем же Престалутым Джонатаном Но это было грустно Потому что на телевизоре любят потише Но повеселее И тут у нас появилась Ну, собственно, песня Собственно, песня группы Друг из Голландии Она так и родилась Человек, который Ну, как бы занимался группой Старался ее продвигать Он говорил Парни, все хорошо Но очень грустно Давайте что-то веселое И вот Друг из Голландии Ну, и, в общем, там Такая коннотация Это не совсем, как бы сказать Легальная Вот Присутствует И тут на Первый канал Эту песню Они как будто тоже так Ну, как будто Они этого не заметили О, нормал Там веселые аккорды Вот И была срочно придумана История про Гуса Хиддинга И что Это он, друг из Голландии И тогда это футбольное И тогда эта футбольная история Покатила Русские каким-то Хреном выиграли То ли у голландцев Пока же То ли у каких-то этих И нас потащили на Первый канал И мы выступали между Как зовут Которая уже умерла К сожалению Гурченко Между Гурченко И И я не помню кем И тем, кто еще пока жив Да Тот, кто жив Ну, и Лещенко, допустим Да И Андрей Малахов Объявил так Сейчас известная группа ГДР С песней А, парень из Голландии Вот так То есть Да, да, да Но он профессионал Семен Да Такое, что не меняется У Малахова За столько лет И нашего с ним знакомства Это Умение Объявить Песню Без слов Паразитов А Ничего Это профессионализм Который не пропьешь Не Изменишь Не А Сегодня В программе Живые А Группа Я думаю Пока думаю Ну, кстати, если Сейчас сказать А То люди подумают Что она называется АГДР Какая песня будет дальше Класс Слушайте, ну, кстати Андрей идет Физиологическим путем Понимаете, в чем дело Он в печень пробивает Печень, да Да Что за песня-то? О Как раз Вот мы Вытащили Не будем объявлять Это совершенно случайно Мы о ней говорили Это не случайно Это моя интуиция Я просто знаю В какой момент Нужно А вставить Как всегда Живой звук В программе Живые Группа ГДР А Прямо в небо угодил Амстердамский крокодил Ловко солнце проглотил И не скоро отпустил Ты приехал из Голландии Ты приехал из Голландии Каждый здорово легли Все летали, как могли Танцевали корабли И ныряли вглубь земли Труп приехал из Голландии И искал из Голландии И искал из Голландии Ты приехал из Голландии Ты приехал из Голландии Из Голландии Из Голландии Из Голландии Из Голландии вы представляете вот на первом канале выходит парни там конечно было все под фанеру понятное дело но мы переписали фанеру чтобы это не было хотя бы с альбом представьте лица футболистов когда выбегают чуваки футбольной форме с гитарами это бесноваться роняя микрофон и кстати у нас была тогда девочка которая с нами нас сопровождала на эфире вот и ей все это не нравилось ну смысле и нравилось как мы играем живьем и не нравились подобные мероприятия и как-то на одном эфире мы разошлись там крутились вертелись там волчком и она потом сказала я поняла чуваки вы прирожденные фанерщики даже грустью приплыли что называется пишет лекса приплыли я знаю эту песню но никак она не увязывалась она у меня с вами из песней вместо эпилога вот так настолько разнообразное творчество такой сложный путь гдр да группа сложной судьбы да а кстати ты смеешься ведь зря на самом деле мне стало дико любопытно чем вы занимались тот период вынужденного что ли простое чем вообще в принципе жили как жили то слушай но мы много чем занимались потому что вот у нас своя студия появилась звукозаписи шестой склад и собственно мы занимаемся как мне мне более даже не какими-то не каким-то трекингом а чаще продакшеном мы помогаем каким-то новым коллективом найти звук интересный звукорежиссурой по сути занимаетесь ну да саунд продакшеном до звукорежиссуре также мы пишем музыку для различных мультимедийных проектов вот для кино как например для кино но вот например был такой саундтрек для фильма тиски валерия тодоровского вот александр у нас написал несколько саундтреков для арт хаосных фильмов которые кстати все взяли на фестиваль взяли места то есть довольно интересные наших режиссеров отечественных так как там скажи пожалуйста как там подписывалась авторство музыки тоже александр андреев бабки он не эксклюзивен или группа гдр но не знаю как подписан нет смысле саша как сандра андреев александр васильев то есть там вот так вот именно идет окей что касаемо нет это же понимаешь что договор с группой гдр заключить невозможно все равно приходит физическим лицом это понятно да да там группа гдр не юридическое лицо это но ооо гдр нету нету а надо но это кстати да я знаю да надо бы и п или по гдр а теперь вопрос который наверняка интересует многих просто потому что такая тема поднимаемая в программе очень часто чем на жизнь зарабатывать но с одной стороны понимаю что возможно музыкой теперь я понимаю да исключительно саунд-продюсирование написание музыки продажи это ему слово нехорошее продажи музыки это нормально ну пусть так ну пусть так вот антон чем зарабатывать я играю на барабанах почему антон еще студийный студийно играет записывается я на этой же студии 6 склад записываю барабаны в треки разных людей за денежку ну да за скромный гонорар но я стараюсь очень и вроде бы людям нравится звучит вроде тоже телефон еще не забыть давай номер телефона два 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 три 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 не переключайтесь в общем это у нас такое просто инди пространство в котором живет много разных людей мы их принимаем в свою такую некую большую семью и участвуем в их творчестве они дают советы нам мы как-то общаемся делимся опытом друг другу что-то записываем помогаем консультируем и ходим на концерты друг другу тоже поэтому ползала на концерте гдр это клиенты студии друзья студии 6 склад хорошо иметь много учитывая что мы играем в тысячниках у них в договоре просто что обязательно нужно присесть как вот тут я читал что у зимфиры там на концерте нужно обязательно высыпать снег там не читали что к билету к электронному билету приходит тут я прочитал что вот грядущий концерт электронному билету пришла памятка что пожалуйста как бы вам будут разданы пакеты со снегом поэтому на таком-то как бы песни его надо высыпать если у соседа нет снега поделитесь снегом с ним никогда этого не флешмоб но флешмоб да может быть антон тебе вопрос тогда есть очень любит аудитория программы соляки на барабанах ты играешь слова ну так что за улыбка странная пробежала сейчас по всем лицам всю песню играет меня нет ну все если сейчас вы бы замолчали он бы играл я понимаю время ну козык папаня тоже о чем речь да что-то загрустил да да ну приходится что что только не приходится играть мог бы подарить нам свою сольную партию перед следующей песней ну только ты скажи да или не чтобы вас да давайте хорошо спасибо тебе большое надеюсь порадуюсь не только я от международных конкурсов спасибо тебе занимался большой немножко да немного немного физических усилий приложил что петь то будете дальше песня называется слушай как поют сердца такое тоже старое произведение от группы gdr как всегда живой звук программе живые гдр за сегодня поехали послушай девочка я знаю что говорю я занят делом я почти не куру на гитаре играю даже пою просто так свое сердце не отдаю но если чувствую сердце под вода поет чувствую сердце готовит полет не убоюсь мучительных ран поют сердца как будто играет эрган слушай как поют сердце слушай как поют сердце слушай как поют сердце слушай как поют сердце я привык говорить на прилив давно не мальчик без минуты мужик я занят делом я почти не куру просто так свое сердце не отдаю говори с днем устроим совместный концерт поставим вместе любовный аксет не упоим со мучительных ран поют сердца как будто в крае и терпел Слушай, как поют это 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 Слушай, так Mira, как это Слушай, как 15 tolerance Слушай, как поют это С Ingredient А наш, кстати, водитель Дядя Миша Водитель гастрольного автобуса Мужик простой И кстати, что Тихонечку, у вас есть Гастрольный автобус, прости, конечно Он был Так, так, так Желтый автобус На нем было написано ГДР Так, куда делся? Ну, он, так сказать, в утиль пущен Нет, но он был уже старый Как и группа, собственно Так, нет, серьезно, давай Нет, нет, но он там то фасунка засоится Поломался автобус Ну, да, и мы потом подумали, что проще летать на самолете И в бизнес-классе И с напитками VIP, чем трястись на автобусе Но мы, кстати, на нем доезжали до Екатеринбурга И назад На самолете? Нет, на автобусе Поэтому у него и форсунки засорили На автобусе Я понимаю, этот автобус гонять в хвост и в гриву таким образом Но он много прошел, да Я уже понял, если туда-обратно до Екатеринбурга Это не один раз Что касается концертов, давай-ка мы еще раз напомним Ближайшие? 1 марта, клуб 16 тонн, Москва В 20.00 В 8 часов А после этого концерта, может быть, где-то вне Москвы будут концерты? Ну, это обсуждается Но пока вот у нас цель, собственно, сейчас сыграть 1 марта концерт Так Но мы сейчас как бы не та группа, которая ездит в туры И вообще сейчас с турами Но автобус поломался уже не до туров, я понимаю Да, автобус поломался И поэтому мы сейчас вот сыграем 1 марта концерт И посмотрим, какие мероприятия можно дальше Очень бы хотелось, чтобы вы не останавливались уже Чтобы вот та история, которая была с вами Ну, вот этот простой, скажем, творческий Он прекратился и дальше все пошло по накатанной Я считаю, что это большая потеря была бы для российской музыки Если бы вы прекратили свое творчество Потому что песня у вас замечательная И музыка у вас вроде бы простая, но она своеобразная И то ли вокал тот самый То ли те аранжировки, которые вы себе делаете Я не знаю, вот пока не могу определиться точно В чем, так сказать, основная ваша фишка То ли тексты, то ли все вместе Но то, что это круто, это совершенно точно Спасибо, это очень приятно Совершенно точно, и здесь уж, мне кажется Спорить со мной не будет никто Просто потому, что это очевидно Вот очевидные вещи, мне кажется, оспаривать незачем Вот совершенно незачем Поэтому было бы обидно, если бы вы остановились Развивайтесь, пожалуйста, дальше Новые песни знаете куда теперь присылать? Да, первым делом Ну, спасибо тебе большое Спасибо, что ты меня услышал еще в прошлом Часть давно, это было, но ты помнишь, молодец 46-47, это короткий номер Мальчик и феноменальная память Да-да-да, 46-47, свои пробел, дальше ваше сообщение Нам бы надо еще успеть две песни исполнить Давай попробуем Что у вас там еще дальше? Следующий чей что? Джонатан Джонатан, сколько мы о нем говорили Пора, пора тогда ее тоже зарубить в эфире Как всегда, живой звук Программа «Живые ГДР» здесь сегодня Поехали Здравствуй, Джонатан Сколько лет и сколько зим Хмурый Лондон, вечный Рим Хмурый Лондон вечно мы поднимали Принимали нас с тобой И не сли над головой И не сли над головой Слушай, Джонатан, может, посиди Просто посиди И Джонатан Поехали, Джонатан И не сли над головой Поехали, Джонатан Знаешь, Джонатан Может, я и вправду стал Но ты мне тоже суперстар Настоящий суперстар Это дар Расжигать в сердцах пожар Ревом бешеных гитар Ревом бешеных гитар Слушай, Джонатан Может, посидим Просто посиди И Джонатан Помолчи 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 Дурчата Дурчата Слушай, Джонатан Редактор субтитров Редактор субтитров ГДР Здесь сегодня И уже, в общем-то, время наше подходит к финалу Чуточку осталось совсем Так незаметненько все утекает Но от этого никуда не деться Есть ли у вас какие-то планы на ближайшее будущее На предмет альбома? Нового альбома Так всерьез уже Чтобы это не отдельно какие-то взятые написанные песни Нет, нет Альбом пока не планируется Вот Может быть, сингл Потому что Ну я Вот мы сегодня Когда интервью давали Тут девушкам из Издания Рокульт Я тоже сказал Да, да, да Я сказал, что В общем-то Пишешь ты альбом Или пишешь ты Сингл В принципе Шум Один и тот же То есть сейчас Многие музыканты Переходят на выпуск синглов Или Экстендед плееров Да, я знаю То есть Да И это неспроста Потому что Альбом это очень серьезная работа Которая вышибает тебя Надолго Вообще из колеи В наш век То есть раньше Была продажа Собственно Сиди Ну то есть С другой стороны Альбом В понимании Рок-культуры Он остается Как некий фетиш Да Поэтому конечно Альбом это интересно сделать Но Сейчас такого плана нет То есть Может быть Выпустить песню Ну то есть Я даже не знаю Нужно быть спонтанным Мне кажется Вот В своих начинаниях Потому что Иногда бывает Что великие планы Не срабатывают А какая-то Счастливая идея Как Black Sabbath Который записали Параноид Потому что Нужно было место добить На пластинке Вот и все Это одна из самых Великих песен Стала хитяра Да На все времена Так бывает часто Так бывает Часто И Парадокс Так как раз заключается Прежде всего В том что музыканты Сами зачастую Не знают Какая язык песен Сработает И какая точно Станет хитом Именно поэтому Я еще раз сейчас хочу Всем тем музыкантам Которые слушают Можно немножко потролли Сейчас секунду Сейчас я скажу А потом потроллишь Так вот Всем тем музыкантам Которые сегодня Точно слушают эфир Возможно Предлагать для премьер Не ту песню Или не те две Которые вам сильно нравятся А в общем Весь материал Который записали Потому что я 99% раз Случаев это было Я выбирал Совсем не ту песню Которую музыканты Предлагали И она исключительно Точно попадала Ну Сейчас я сам себя Хвалю Ну как бы попадала А мастерство Попадала Ну потому что Есть ухо Есть понимание Я знаю точно Что к каждому Из своих детиш Любой творческий человек Относится с любовью Поэтому каждая из песен Кажется Ну вот Ну почти Ну вот Музыканта Наверное есть другие Соображения Может там что-то Казаться более удачным Или более Интересным Мне кажется Нужно После того как ты Сделал Все Нужно отпустить И как бы Пусть люди решают Как бы да Ну в общем да В общем да Давай троль Ну я как бы Как это объяснить то Не переключайтесь Семен Ну нет Я просто хотел сказать Что зачастую Программные Директоры И продюсеры Они тоже не знают Какая песня может выстрелить Тоже бывает ошибаюсь Конечно Это наверное не ваш случай Почему Я тоже могу ошибиться Это естественно Это нормальная история Любой человек может ошибиться Но я точно знаю Что музыкант еще меньше Об этом знает К сожалению Музыкант Задача другая Музыкант вообще Инсайдер Задача Задача другая Делать классные продукты А дальше уже Весь продукт будет Вот я часто рассказывал Эту историю Про Гройсмана И группу Чаев Например Когда был записан альбом И помимо альбома Была песня Аргентина и Майка 5.0 Они не хотели И даже не пытались Вставлять в альбом Они вообще не хотели А он наставил Вставьте ее в альбом Нет Сама сошла Это же издевает Это шутка была Вставьте Нет и все На завтра ему ехать Отдавать в тираж альбом Он втихаря от группы Впихивает туда Вот в эту болванку Эту песню Ее даже нет На обложке Потому что ее там и не было В типографии Отдает это все в печать Песня Альбом вернее Выходит с этой песни Которой нет в титрах Она становится суперхитом Именно с этого альбом Как они потом там Мирились, ссорились Я честно говоря Уже не помню Он рассказывал об этом Но тем не менее Факт остается фактом Музыканты не всегда Точно знают Какая песня Бывают обратные истории Как вот со Сприном Когда они принесли На максимум Песню «Маяк» Им говорили Парни Ну здесь нет ни припева Ни куплета Здесь просто Очень сложное стихотворение Маяковского Одно из самых сложнейших Еще из самых грустных Вот Которые фактически Там Александр читает Просто под гитару Они сказали Нет Либо вот это сингл Либо ничего И она тоже Дико выстрелила Так что Опять же Музыканты Ну что К сожалению финальную песню Завтра в программе Живые вдовины табор Коллектив Которого вы знать не можете Вообще неизвестно никому Шутка Надеюсь Завратили на это внимание Чем закончите программу сегодня? Мы закончим старой песней Ну собственно говоря Вот Когда Мы отправляли когда-то Дема С несколькими песнями Которые у нас были У нас был Джонатан Друг из Голландии С тобой Который мы сегодня играли Вот эта песня IQ И так собственно Назывался первый альбом Она Такая Отходная Спасибо большое Что были здесь Очень надеемся На то что встретимся Не раз И ждем ваших новых песен Группа ГДР была сегодня Погнали Погнали Всем пока До завтра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зима Субтитры создавал DimaTorzok 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 Fuck you Na 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»